Ягуар – одно из самых опасных хищных животных, которые обитают в джунглях Южной Америки. В течение длительного времени люди питали уважение и почитание к этому хищнику. Несмотря на свои сравнительно небольшие размеры, ягуар известен своим жестоким нравом и свирепостью, что заставляет его противников трепетать от страха. Тот, кто решит встать на его пути, несомненно, станет предметом его гнева. Бывают случаи, когда ягуар вызывает на бой даже крокодила, который хочет позавтракать хозяином джунглей, спустившимся к водопою. Однако произошедшая в джунглях Амазонки история подтверждает, что наш взгляд на мир зависит от того, как мы хотим его видеть. Даже самый опасный хищник в конечном счете мало отличается от нас самих. Если мы отыщем различия, то многие из них будут в нашу пользу. Отряд бразильских солдат из трех человек находился на катере, двигаясь вниз по течению Великой реки, чтобы проверить, не происходит ли там незаконная деятельность лесорубов и браконьеров, разрушающих экосистемы в желании получить быструю прибыль. Этот патруль проводился регулярно. Амазонка в этих местах крайне необузданная и неуправляемая. Для того, чтобы усмирить ее и не столкнуться с острыми валунами, требуется большой опыт. Хавьер, который уже не раз управлял катером по Дикой реке, не испытывал особого беспокойства. Но на этот раз все происходило по-другому. Накануне ночью джунгли были накрыты сильным ураганом, и по реке попадались ветки, сломанные деревья и кустарники, что затрудняло движение катера. Ему не хотелось повредить судно, столкнувшись с каким-нибудь валуном. Габриэль, командир отряда, сосредоточенно смотрел вперед, пристально разглядывая открывающуюся перед ними воду. Вид, который он увидел, заставил его на миг замереть от изумления. Но вскоре он пришел в себя, взял себя в руки и дал рулевому сигнал заглушить двигатель. Хавьер был удивлен решению своего командира, ведь он не заметил ничего подозрительного. Однако он решил подчиниться. Катер бесшумно скользнул по воде, медленно сбрасывая набранную скорость. «В чем дело, командир?» Спросил Хавьер у Габриэля, который покуривал сигару. «Посмотри вон туда, и все поймешь». Габриэль указал рукой в указанном направлении. Капитан был склонен к скупости слов и предпочитал не объяснять, если можно показать. Пусть Хавьер сам увидит и поймет, что происходит. Хавьер посмотрел в указанном направлении, и неудержимая дрожь пробежала по его спине. Он увидел, как молодой ягуар уцепился за острый валун, будто последние ниточки, спасающие его от гибели. Ягуары отлично плавают, но, видимо, этому зверю не повезло. Возможно, он упал в реку вместе с поваленным деревом. Течение в этой части реки было настолько сильным, что даже мощный ягуар не смог справиться с ним. Теперь животное висело на камне, словно вымотанная мышка, попавшая в водоворот лужи на улице. Ягуар знал, что если он расслабит свои лапы, дикий поток с бешеным напором размозжит его об острые валуны, или он просто утонет, потеряв борьбу со стихией. Люди на патрульном катере тоже понимали это. Они не могли оставить животное в беде. Их задача состояла в охране и патрулировании береговой зоны реки, но когда им попался случай со спасением животного от несправедливой смерти, как можно было просто пройти мимо? Конечно же, нет. Хавьер, который вырос в этих краях, не разделял гуманистические убеждения своего командира. Он попытался объяснить Габриэлю, что природа часто бывает жестокой, но всегда справедливой. Глупо жалеть о крокодиле, съевшем антилопу, ведь хищник питается свежим мясом. Зачем заставлять его погружаться на дно реки и рвать водоросли, как корову? Хавьер ожидал, что команда разразится смехом, а капитан похвалит его за шутку. Но команда молчала с смущенными выражениями на лицах. Рулевой понял, что его шутка была неуместной. Он опустил глаза и замолчал, убрав идиотскую улыбку. Теперь ему было очень стыдно за свою неуместную болтовню. Хавьер покраснел, будто сделал что-то неловкое. Катер двигался по течению прямо к месту, где ягуар отчаянно цеплялся за жизнь. Суровый капитан внутренне сомневался в правильности своего решения. И если ягуар испугается и начнет атаковать команду? Несмотря на то, что у всех было оружие, их целью не было нанести вред животному. Но что, если кто-то из команды получит травму? Они могли бы выстрелить, но угрызения совести были бы непростительными. Однако просто бросить животное значило бы обречь его на мучительную и медленную смерть. Однажды, во время опасного задания, капитан Габриэл и его команда оказались в затруднительном положении. Их катер был прижат к преграде, и им грозил риск разбиться о камне. Чтобы спасти свою команду, Габриэл принял самое ответственное и верное решение. Он решил взять на себя все риски и спасти своих товарищей. Он сел на нос катера и протянулся к ягуару, который висел на камне. Большой риск был повредить катер, а приближающиеся камни в таком положении. Остальные члены команды вооружились баграми и отталкивались ими от преграды, чтобы помочь Габриэлу. Такие маневры затрудняли работу капитана, который хотел точно прицелиться, чтобы схватить ягуара. Но, наконец, Габриэл решился и взял дикую кошку за шиворот. Он почувствовал, что это не маленький котенок, а солидный хищник, но кошка оказалась не такой агрессивной, как их первоначально пугало. Наоборот, ягуар понял замысел человека и помогал ему, цепляясь когтями за все, что могло поддержать его вес. Сердца всех членов команды колотились от напряжения, но они поняли, что ягуар не станет нападать на них. Были заметны признаки облегчения и радости у команды. Лео даже попробовал изобразить, как отряхивается мокрый хищник, чтобы поднять настроение всем. Но кошка была сильно повреждена и ослабла от схватки с водой. Габриэл решил забрать ее с собой в расположение команды, чтобы она не погибла от голода и болезней. Так ягуар стал жить в воинской части, получил имя Джакита и стал символом этого бравого отряда. Командир и его солдаты стали называть себя ягуарами, и это название стало их официальным статусом. Джакита вырос во взрослого могучего ягуара. Он мог уходить в джунгли, когда ему заблагорассудится, но всегда возвращался обратно в часть. Кажется, тогда в водах бурной амазонки этот ягуар навсегда породнился с людьми, приняв их за своих братьев. Оказывается, добрые дела иногда способны творить настоящие чудеса. И даже сердце сурового хищника подвластно добру. Так чего же стоит нам, людям стать чуточку сердечнее и проявлять немного больше понимания ко всему, что нас окружает? Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.